всем здарова народ под последним видео прочитал ваши комментарии не ожидал такого отзыва что вообще вам понравится как вместо это съемки вернее с работы так что вот сегодня думаю запилю вам еще видосик небольшое сейчас еду я в город крифельд везу этот утиль это будка без прицепа в общем этот машина уже свою отработала сегодня и последний день был сейчас на утилизацию то есть как утилизация возможно уйдет она еще в польшу или куда-нибудь на восток где-нибудь там может за границ еще будет работать ее продадут машину такой вот mercedes старенький видите место здесь уже поменьше никак в той машине было коробка здесь полуавтомат так сидишь щелкаешь ну тоже сцепления нету в общем так вот прочитал комментарий один кто-то мне там написал сегодня типа я еду это по объездной типа не хочу маут платить мне какая разница дома у то ребята я даже не с моего карбана вот сейчас заезжаю на автобан а то там уже мне предъявили типа я еду загрязняю окружающую среду сейчас заедем на автобан отнюрку там дальше посмотрим как мне уже навигатор мой покажет куда дальше ехать вот собственно ребята выехал я на автобан для тех кто не знает маут это такая тема в общем за автобаны на оплатить расчет идет от аусфарта до аусфарта то есть от съезда до съезда и потом засчитывает сколько там стоимость в общем оплата дороги какая цель мне вообще это стянуть свое время и обижать типа по бездным дорогам учу ребята шутите что ли это не с моего кармана идет все все платит руководство да вот машинка такая даже не знаю кого на года пробег в принципе у нее небольшой 400 тысяч места маловато конечно все электронное в принципе здесь вот смотрите стеклоподъемники все такое уже показывает много ошибок поэтому ее на ути отправляют ремонтировать уже никто не хочет мне сегодня на постараться побыстрее вернуться домой туда я приеду лкв оставлю потом на такси мне отвезут на вокзал с вокзала в общем поеду на поезде домой сегодня у сына дни рождения у бориса ему 7 лет сегодня будем праздновать он назвал себе там друзей подружек пойдем скорее всего наверное мы в бассейн пусть это покупается погода сегодня вообще четкая планировали мы сегодня поехать куда нибудь в муви парк но потом из-за моей работы в общем перри играли это дело я даже не ожидал что вы отреагируете на мою просьбу и напишите где вы работаете интересно было почитать кого только как говорится нету вот у меня на канале по роду деятельности тоже и лквшники и дальну дальнобойщики из казахстана и шахтеры и сварщики и у некоторых и отель свой и маркетологи всех прочитал всем спасибо приятно было узнать где вы работаете тоже как вообще можно было написать такой бред что я экономлю на мауте для шефа для того человека у которого миллиарды в карманах там по-любому или в кредитах не то чё это это даст большая кабина намного уютней но такая тоже старенькая мелкая не очень кстати это лкв трехмостная три оси ну и прицеп тоже если идет то на прицепе две оси он ребята отдыхают пауза у них автобаны в германии это милое дело вообще развязки все шикарно сделано высший пилотаж можно сказать вот видите этот камнер кроет здесь такая знаменитость вертолет стоит а то дэйце тоже не так давно его построили наверное лет пять прошло и стояла в газете что на этот камнер кроет понадобилось 82 миллиона евро чтобы именно эту развязку сделать вот смотрите здесь даже по-русски стоит соблюдая дистанцию специально для дальнобойщиков меняется германия уже много чего по-русски пишется раньше было только там по-арабски по турецки много в любых учреждениях везде сейчас уже и по-русски стали писать часто встречаешь я даже не ожидал ребята честно вам скажу что у вас такой интерес проявится видео из кабины автомобиля вот этого железного почитал комментарии прям прикольно видно что интерес у вас есть кстати я не сказал мне ехать город крефель 130 километров надо про ехать хуже всего в такую шикарную погоду да еще и в пятницу перед выходными стоять где-нибудь в пробке этого конечно бы не хотелось вообще вот это вот здесь стройка стоит уже давненько все никак не отремонтируют ну делают на совесть надеюсь также в комментариях у меня спросили на что я снимаю снимаю я на камеру ребята на маленькую за нее спроса нету если полиция вдруг что-то увидит это все телефон в руках то телефон конечно нельзя там сразу штрафуются и пункты дают в общем быстро и легко не отделаешься так что камерка маленькая вот это у меня в руках она мне не мешает тем более на автобане в принципе рули до рули здесь сильно быстро я не еду 80 скорость маленькая это еще как бы вам сказать цветочки то что у меня камера здесь руках вот если дальнобойщики едут здесь вот посмотрите когда вот едете на машине обгоняете глядя они всю дорогу смотрят кино у них стоит планшет или это ноутбук вот в таком вот месте здесь поставят и все и всю дорогу представьте он сидит смотрит кино так некоторые ногти сидят стригут кто-то чай запаривает кабина как дом родной для многих так что то что здесь камеры немного поснимал где-то отключил это ерунда полная так что здесь беспокоиться нечего и вообще сам за долгое время тем более за рулем уже на лкв с 2005 года привыкаешь в общем габариты все знаешь уже также вы ребята в комментах меня спросили ну именно дальнобойщики там с казахстана еще может россии там сильно не обратил внимание ских стран писали что если работа если приедете в германию жить кто-то как после переселения собирается типа на лкв конечно ездить работы на грузовой автомобиль очень много вообще последнее время не сильно многие хотят идти делать права потому что во первых и дорого если за свой счет и вам не не перенимает там арбайдзамт какой-то или еще кто-то потом вам надо каждые пять лет права обновлять сдавать тест на глаза уши проверять права менять там 50 евро где-то платить потом фарар карта вам нужно каждые пять лет надо ее тоже обновлять платить за нее и плюс еще модули каждые пять лет вам надо сидеть 35 часов и учиться там теории всякой тоже как бы подгонять все это свои знания и тоже за свой счет ребята прикиньте вот пять лет прошло пройдет-то незаметно и вам надо все это квалификацию свою как говорится подтверждать а если там по зрению по ушам не прошел все считай пропало права забрали и все запретил тебе доктор ехать дальше в принципе оно и правильно с одной стороны но кто-то хочет себе карьеру делать многие из этого отказываются мол отучился а потом еще вот эта последовательность без конца тебе нужно делать а так работы конечно хватает заработок последнее время на лкв хорошие как сколько слышу ребята где устраивается 15 евро в час спокойно можно получать тем более если вы здесь немного уже поработали с опытом можете фирму поменять найти уже что-то себе где побольше платят уже как говорится раз и раз и в дамки в принципе ребята за границей вот такой автомобиль с пробегом в четыреста тысяч может еще не один десяток лет отработать или прослужить службу верную как вы думаете я думаю да но здесь уже все так как этот шротто не машина все в основном сразу закупают новые ну бушный никто не берет на улице все четко прям уже расцветает прям кайф я сегодня в футболке хоть загорай иди снимай ее посмотрите какая цистерна пошла вот сзади вот эта вот табличка означает наличие опасного груза в цистерне ну я не знаю у меня нету таки фаргут там специально еще по моему на две недели отучиться чтобы можно было именно такую фуру втаскать с опасными грузами там бензин керосин какая-нибудь химия не знаю еще соляра может даже канал очередной это тортмунд эмс канал очень много предприятий вдоль канала перевозка идет по барже тоже очень удобно на баржу можно много чего загрузить потом все каналы здесь наши Нортрайан Вестфальн они впадают в Рейн по немецки Райн а Райн идет сами знаете куда на Роттердам Голландия а с Роттердама там порт уже в открытое Северное море в Атлантику так ну пока везет автобанчик свободненький я сегодня ребята делал паузу в хаме и во время паузы заскочил к своему парикмахеру он меня постриг видите четко подбрил даже немного в общем кто живет в районе хама или в хаме так что можете написать бивербунг ему и устроиться к нему на работу парикмахером у него две девушки сейчас уходят в декрет так что ему нужна девушка ну или женщина для работы он сказал кому интересно напишите мне в коментах я вам оставлю данные телефон там адрес можете устроиться на работу может быть я кому-то даже и помогу так вот на работу устроиться ребята почему нет да Юрик работодатель вернее посредник как четко когда в такую солнечную погоду есть солнечные очки потому что без очков если вот так вот за весь день наездишься сидишь так вот глаза узкие узкие становятся не так узкие а так очки одел оп и все удобно ребята кто зашел в первый раз на мой канал подписывайтесь будем пилить четкие видео а те кто со мной уже давно не забывайте ставить палец вверх последнее видео вообще четко там по моему 150 лукасов было и ни одного диза я даже офигел честно вам скажу приятно очень значит оттуда я и сделал выводы значит вам видео понравилось поэтому снимаем еще немного дорога 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 ты знаешь так много о жизни моей непростой дорога дорога осталось немного пора возвращаться домой домой вот как можно было написать такой бред что я специально не хочу типа экономлю на мауте и еду по объездной дороге я наоборот спешу домой по объездной почему поехал автобан полного смотрите ребята вот я сейчас еду в крефель то есть вот обратно на лкв например смотрите здесь пробка видите само собой будешь ехать лучше по объездной где-то самое главное чтоб не стоять а лучше всего на поезде там пробок не бывает видите какая пробка байгуется со мной ты смотри какой а обгоняет ну я быстро еду 82 сейчас а это голландец кстати едем мы сейчас в направлении Голландии ближе к границе и в эту сторону само собой много голландцев едут обратите внимание пробка какая хотелось бы стоять на жаре в такой пробке конечно нет в такую погодку в самый раз поджарить бы шашлычка сейчас во всех магазинах по любому наверное все сцены раз сразу вверх подскочат спрос большой вообще в Германии это та страна которая такая грильная страна очень много грилят в хорошую погоду у немцев тут традиция тоже плохо что с автобана не покажешь никакой архитектуры одни макушки едешь вот везде ограждение вот такая шумоизоляция грязь и изоляция везде я вот сколько за рулем уже в Германии на ЛКВ ни разу у меня не было как бы своей постоянной машины постоянно разная шпрингер ну максимум неделю если кто-то там болеет или что кто постоянно на одной машине ездит то я мог его место занимать а мне и не надо сел проехал оставил никакой в принципе на тебе ответственности нету на следующий день на другое и зато не стоишь там где-нибудь в герое не кричишь биты 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 дайте мне постоянную а потом они тебя напрягают не хочешь что-то делать они тебя снимем типа будешь тоже шпрингером и все они делают то что им как говорится не положено а так сделал свою работу в последний день на другую и никому как говорится зад не лижешь конечно я понимаю своя машина чистенько все все пучком типа у тебя все свои вещи постоянно все внутри лежит но если ты выходной и кто-то ездил или ты в отпуске то потом ворчишь просто ну я не ворчу другие все ворчат ой да ты ехал да там у тебя то да там пыли много да тут ты не заправил полный бак мне начинают ныть я не ною оставил машину на следующий день на другой и никаких проблем вообще мерседес как фура не очень мне не очень нравится в которую такие большие кабины еще пойдет на первом месте в моей пятерке это стоит MAN на первом месте потом DAF Volvo Scania ну и пусть потом Мерседес дальше MAN самая лучшая машина для меня удобно комфортно так все четко сделано кстати знаете как MAN расшифровывается MAN вот это Мюнхене автомобили Идерласунг так что знаете кто не знал картина Репина ребята приплыли смотрите пробка самое главное это вот заблаговременно начать тормозить обычно люди забываются вот и в пробках всегда получается аварии проспал можно сказать и въехал кому-то в зад Лучше всегда держать дистанцию до машин чтобы если видишь что-то сзади тебя проспал тогда ты можешь немного уже вперед протянуть или даже если тебе в зад въедут уже вперед пролетишь а не так что ты уже воткнешься как говорится в стенку так же вы меня спрашивали сколько типа зарабатывает водитель в Германии вообще многое зависит от налогового класса сколько вы платите налога ну а так в принципе если каждый день дома там 2-2,5 тысячи евро ну опять же зависит тоже от фирмы ну дальнобойщики конечно зарабатывают больше у них там и шпезы и там премия какая-то вообще здесь вам если вы спросите сколько зарабатываешь у человека он вам никогда правду не скажет я в принципе ну зарабатываешь 2 зарабатываешь 2,5 разговора нет а вот люди здесь как бы табу люди здесь боятся сказать сколько они зарабатывают всегда увиливают от ответа а потом говорят в контракте прописано что нельзя разглашать типа так ребята мне сейчас съезжать вот видите город Фенла это уже Голландия здесь Голландия рядом это приграничный город сейчас я съеду на 42 автобан в направлении Фенла и там уже до Крефельда осталось 24 км почти приехал уже ну видите слева все вот автобан полный погода хорошая все уже кто-то вон на легковушках гости кому-то едут на выходные вот тут конюшня какая-то лошадки видите там лошадки стоят какая пробка это уже другой 42 автобан тут тоже мне посчастливилось ехать в этом направлении мне посчастливилось ехать в этом направлении и у меня все чисто тут вот новое дорожное полотно делают справа расширяют автобан видать или заменяют просто делают новую дорогу и вообще кто из города Крефельд есть подписчики нет дайте узнать о себе вот ребята смотрите какой спереди четкий мост сейчас будем переезжать реку Рейн а немецкий Райн баржи там идут уже видно видите баржи вот такая красотень а вот рядом железнодорожный мост Рейн тема много раз рыбачила здесь течение правда сильное ну и далековато ехать конечно от нас сто километров в одну сторону там уже с ночевкой надо всегда ехать мощная река да надо было взять с собой магнит остановиться здесь сделать паузу и покидать немного его повылавливать чего-нибудь интересного ну как минимум мусор почистить немного так ребят я уже почти в Крефельде осталось 5 километров мой сес вот такой вот он ребята город Крефельд на въезде ну я здесь вначале только заеду и все далеко мне не надо ну дорога разбитая правда хреновастенькая тоже фирмы всякие здесь видно кстати спереди стоял там дальше по маршруту мост 32 где ЛКВ уже не пройдет так народ я уже в Крефельде машину отдал в общем я приехал вот я сейчас меня привезло такси на вокзал я говорю высади меня здесь думаю немного поснимаю еще пройдусь я иду сейчас к банхофу к вокзалу город Крефельд смотрите какой здоровый вокзал здесь огроменный просто я всю дорогу думал что город Крефельд маленький какой-то когда ехал сюда ну не ожидал что он большой вообще город тут даже есть вон трамвайчики кстати я здесь первый раз банхоф очень красивый смотрите старый вот так вот вокзал выглядит внутри у них прикольное в принципе сейчас куплю билеты и все поеду домой ться это ты это ты это что это это ты это ты Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok